Здравствуйте! Военные корабли Сарарка и Урал успешно выполнили курсовую задачу КАТ-2. КАТ-2. Проведем комплекс артиллерийских стрельб. Какие еще задачи стоят перед военно-морскими силами Казахстана, поговорим с гостем программы интервью. У нас в студии главнокомандующий ВМС Сакен Пикжанов. Итак, добро пожаловать. Спасибо. Во-первых, хочу поздравить вас с профессиональным праздником, Днем Защитника Отечества. Спасибо. И давайте поподробнее поговорим как раз-таки об этой курсовой задаче КАТ-2. Во-первых, что это значит и в чем заключается успех? Значит, курсовая задача КАТ-2 – это одна из задач курсовой подготовки, которая проходит в нашей корабле военно-морских сил. Она состоит из трех задач. Первая задача – это КАТ-1. Это базовая подготовка. Перед тем, как идти в море, корабли обязательно подготовятся в базе. Задача КАТ-2 – это задача плавания корабля и ведения боевых действий с одиночным кораблем. То есть после базовой подготовки корабли начинают отрабатывать плавание корабля в море. И, соответственно, одиночную подготовку корабля в составе экипажа по ведению боевых действий и решению своих задач по специфике. Например? Ну, например, допустим, минотральные корабли, которые занимаются троллением, поиском и уничтожением мин, они готовятся к поиску, уничтожению, троллению мин. Ракетно-артилистские корабли занимаются задачами по охране морской экономической деятельности, поражению надводных кораблей, катеров противника. Дальше гидрографические суда занимаются своими задачами гидрографического обеспечения боевых действий кораблей. Ну и так далее. То есть по спецификации каждого корабля. Ну и в ходе этих задач, естественно, безусловно, апогеем это являются зачетные корабельные боевые учения, на которых корабли, штабы соединения принимают у данных кораблей задачи. И зачетными артиллерийскими, ракетными и другими стрельбами, где корабль полностью показывает свою выучку. И после чего штабом соединения данные корабли допускаются к выполнению данных задач. И, соответственно, мы уже считаем это как боеготовую единицу военно-морских сил. Оценка отлично. Ну, не ниже, хорошо. То есть у нас оценка одна. Боеготов, не боеготов. Поэтому тут такая задача и такая оценка. Ну, недавно еще одни учения у вас прошли, такие на слуху. Калкан 2021. Вот, каковы его результаты? То есть это не только ВМС, там еще и другие силовые структуры задействованы? Да, это проводились учения Калкан на западном стратегическом направлении. В нем участвовали вооруженные силы Республики Казахстан, подразделения части Комитета национальной безопасности и национальной гвардии. Это по конфликту низкой интенсивности, борьба с незаконными вооруженными формированиями, охрана государственной границы, в которых военно-морские силы также принимали непосредственно участие, причем все практические подразделения, как береговые, так и корабельные. Где военно-морские силы со всеми задачами, которые поставлены были, успешно справились. Это и подразделения специального назначения военно-морских сил участвовали, как на стороне коричневых, так и на стороне красных. И все задачи успешно выполнили. Это условные противники? Да, как из-за условного противника, так и за наши силы. Корабли также принимали участие, как на той, так и на той стороне. И также все задачи успешно выполнили. Также были проведены стрельбы, была проведена, отработана высадка скрытная подразделение специального назначения. Была осуществлена охрана объектов морской экономической деятельности. Ведь все-таки, как вы знаете, довольно-таки солидное поступление, как говорится, в государственную казну. И валовый национальный продукт идет от нашего газового, нефтяного газового сектора, правильно? Соответственно, учитывая, что все наши нефтегазовые безопасности в основном находятся на Каспии, одна из задач военно-морских сил – это охрана морской экономической деятельности, в том числе таких объектов. И вот корабли военно-морских сил как раз отрабатывали задачи по охране данных объектов, нефтегазового сектора, морских портов, объектов стратегического назначения и так далее. И все задачи успешно были выполнены. Не допустили условного минирования и проникновения условного противника, но и выполнили те задачи, которые стояли еще специфически перед нашими подразделениями специального назначения. Вы сейчас говорили о кораблях. А можно узнать, каково техническое состояние? То есть материально-техническая база ВМС, может быть, мы опережаем кого-то по вооружению в другие страны? Или наоборот, есть какие-то проблемы? Если можно, конечно, говорить об этом. Давайте поопережать, не мы не будем говорить. Значит, по техническому состоянию наших кораблей могу сказать, что наши корабли практически все технически исправны. Основная масса наших кораблей – это ракетно-артиллерийские корабли проекта БАРС-МО. Они были построены на отечественном предприятии, уральском заводе «Зенит». Это четыре ракетно-артиллерийских корабля и противодиверсионный катер «Сергек». Минотральный корабль «Алатау» у нас построен в Российской Федерации. Многие графические суда – это тоже казахстанского, российского производства. Все на данный момент они технически исправны, готовы к выполнению задачи. Вот то, что я говорил, сейчас отработали задачу Ка-2. Мы практически все наши корабли допустили к выполнению как учебных, так и боевых задач. То есть они полностью готовы к выполнению тех задач, которые стоят перед ними, одиночно. Следующий этап – это когда они будут готовиться в составе тактических групп. Так вот, говоря о техническом состоянии, можно сказать, что, конечно, сейчас пока, учитывая, что наши военно-морские силы начинали практически с нуля, в отличие от других государств Прикаспийского региона, то есть ничего не было, то сейчас мы поступательно движемся вперед. И в планах оснащения кораблей мы планируем дополнительно строительство многоцелевых, многофункциональных кораблей и судов, для того, чтобы в достаточном количестве, чтобы обеспечить военную безопасность, а также экономические интересы Республики Казахстан в Каспийском регионе. А что касается кадров? Кадры наши мы готовим пока только за границей. Мы готовим их в Российской Федерации, в Германии, в Соединенных Штатах Америки, в Южной Корее, в Турции. Это вот основные поставщики, где мы наших офицеров готовим. Но в перспективе, конечно, после того, как численность военно-морских сил будет уже достаточная, с учетом тех задач, которые стоят, безусловно, будут созданы наши учебные заведения, военно-морское учебное заведение, где будем готовить свои кадры, потому что это, как говорится, жизненная необходимость. Все-таки кадры должны готовиться у себя в стране, потому что это вопрос, в первую очередь, патриотического воспитания, а во-вторых, ни одна страна так подробно не даст, как это только могут дать наши ученые, наши военные преподаватели. К сожалению, нам дают только общие знания, базовые знания. Остальное нам, с учетом того, что наши военно-морские силы молодые, мы получаем за счет тех проводимых учений, тех проводимых опытных каких-то мероприятий, где исследуем какие-то новые формы и способы применения и борьбы на море, и, соответственно, обучаем наших офицеров. Поэтому в любом случае, конечно, в перспективе надо будет иметь свое военно-морское учебное заведение. Сейчас в стране продолжается, не знаю, насколько активна, как раз-таки призывная кампания. В МС наверняка, если уж не очередь, то большой спрос есть. Это ведь все-таки не стройбат, а флот. Ну, спрос, конечно, безусловно, есть. Мы пока... Основной у нас упор, конечно, это контрактники, потому что все-таки техника, военно-морские силы, это высокотехнологичный вид вооруженных сил, где очень сложная и дорогостоящая техника. И, конечно, в первую очередь это должны заниматься контрактники. Но, учитывая патриотическое воспитание и подготовку мобилизационных ресурсов и резерва, конечно, мы призываем и срочников. И в том числе на кораблях, конечно, мало, где-то меньше одной трети экипажа. Но, тем не менее, мы призываем, готовим их. И живающие, безусловно, есть. И я могу сказать, что у нас те люди, которые, призывники, приходят в береговые части военно-морских сил, зачастую сами просятся на корабли. А вот приходится отказывать, потому что, к сожалению, экипажи кораблей не резиновые. И это первое. Второе. Мы отбираем по психологическому критерию. Естественно, они должны быть, безусловно, здоровы. И, учитывая, что служба на море, она является очень сложной. Мы, зачастую, в море проходят всякие нештатные ситуации. Сама служба и сами походы на море влияют психологически на личный состав. Поэтому мы, конечно, безусловно, с морем отбираем психологически устойчивый личный состав. Потому что даже не все контрактники иногда выдерживают это и долгое нахождение в море, это и в условиях качки, постоянной вибрации, всяких негативных влияний, всяких физических полей и так далее, и тому подобное. Поэтому личный состав должен быть, в первую очередь, не только здоров, но и морально устойчив. Поэтому мы, к сожалению, не всех можем взять. Хотя, конечно, от срочников, безусловно, отбоя нет. Но кого можем, пока тех берем. Дальше со временем будет больше кораблей. Может быть, и больше людей будем брать. Но можно сказать, что кроме красивой формы, есть гордость уличного состава. Это очень радует. Замечательно. Ну вот говоря о развитии ВМС, какие перспективы вы могли бы отметить? Значит, говоря о перспективах развития ВМС, есть сейчас вообще в вооруженных силах отрабатывается новый облик вооруженных сил. И модернизация армии, есть такая программа. И, соответственно, в рамках этой программы также планируется и развитие военно-морских сил. Это увеличение и корабельного состава. Это и создание подразделений боевого оперативного обеспечения. Развитие инфраструктуры. И увеличение численности военно-морских сил до определенных параметров, которые позволят военно-морским силам успешно решать те задачи, которые ставят перед нами государства. Ну и здесь, я так думаю, что в перспективе мы, с учетом дальнейшего развития, у нас есть в планах выход кораблей не только походы кораблей по Каспии, но и выход в Черное море. А с появлением кораблей более ближней морской зоны, это выход, к счастью. Я надеюсь, еще увижу это и в дальнюю морскую зону, это и тоже Персидский залив, там Средиземное море, там Вадонский залив и так далее. Ну, желаем, чтобы все ваши планы исполнились. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Успехов. Вам тоже спасибо. Я напомню, уважаемые телезрители, что у нас в гостях был Сакен Бегжанов, главнокомандующий военно-морскими силами Республики Казахстан. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok